МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Суть дела. Падение доходов и рост, связанных с пандемией расходов в этом году, вызвали рекордное перераспределение средств бюджета. К октябрю свое назначение поменяло уже треть годовых ассигнований в 8,5 трлн рублей. Это следует из отчета счетной палаты. Несмотря на дефицит средств в казне, при одновременной большей потребности в расходах, появление традиционного бюджетного навеса не удалось избежать и в этом году. В четвертом квартале получателям предстоит освоить треть расписанных им средств. Счетная палата подготовила оперативный доклад об исполнении федерального бюджета в январе-сентябре нынешнего года. Ранее Минфин уже опубликовал данные о том, что по итогам 9 месяцев зафиксирован дефицит в размере 1 трлн 770 млрд. При доходах в 13 трлн 220 млрд рублей. Это меньше прошлогоднего за такой же период на 1 трлн 800 млрд. Так вот, расходы выросли сразу на 3 трлн рублей и составили почти 15 трлн. Такой бурный рост расходов был вызван тратами на поддержку экономики и населения в первом полугодии. На фоне столь масштабного изменения доходной и расходной частей госказны, аудиторы фиксируют и рекордные изменения бюджетной росписи в этом году. К октябрю перераспределение средств составило уже 8,5 трлн рублей. Это более трети всего объема годовых расходов и в 4 раза превышает масштаб изменения бюджетной росписи в январе-сентябре 2019 года. Счетная палата отмечает, что исполнение расходов в январе-сентябре во многом определялось коронакризисными приоритетами поддержки. Поэтому высокие показатели уровня исполнения расходов зафиксированы по разделам «Социальная политика» 82% против 74% за такой же период прошлого года, «Межбюджетные трансферты» рост с 65% до 78%, «ЖКХ» рост с 54% до 74% и «Здравоохранение» с 65% до 71%. По части нацпроектов лучшие показатели освоения ассигнований у проектов по малому бизнесу и здравоохранению по 69%, а также по шилью – 65%. Снижение бюджетной дисциплины счетная палата зафиксировала по разделу «Охрана окружающей среды» 74% до 60%. Худший результат по исполнению расходов среди главных распорядителей бюджетных средств показал рост туризм – всего 16% от предназначенных средств. Низкие показатели исполнения зафиксированы по Минцифре и цифровому нацпроекту – около 20%. При этом уровень исполнения расходов по госзакупкам у этого ведомства составил лишь 11%, что абсолютно не согласуется с правительственными целями цифровизации экономики. Несмотря на падение доходов, при одновременном росте расходов по антикризисным программам, правительству и в этом году не удастся ликвидировать бюджетный навес – массовую контрактацию в конце года под выделенное ассигнование. По подсчетам счетной палаты, в четвертом квартале ведомствам предстоит потратить 8,75 триллиона рублей, что превышает треть годовых расходов. В четвертом квартале 2019 года этот объем составлял 7,4 триллиона, а фактически было потрачено на триллион меньше – 6,3. И это при том, что в нынешнем году исполнение бюджета контролируется дополнительно. По поручению правительства главные распорядители с 1 октября должны дважды в месяц представлять в Минфин данные о средствах бюджета, наиболее подверженных рискам неисполнения. Все это говорит о низком уровне бюджетной дисциплины и недостаточной организации работы с бюджетными средствами в министерствах и регионах. Время тяжелое, денег не хватает, а тут еще и чиновники по своей нераспорядительности лишают нас уже выделенных бюджетных ассигнований. Это была суть дела. Все будет хорошо в исторической перспективе.